В принципе, когда смотришь рекламный ролик, нужно думать о трёх вещах. Очень трудно людям обсуждать идеи ролика в первый раз, потому что идея, она только один раз идея, которую ты никогда не видел раньше. Есть три вопроса, которые нужно себе задавать. Первое, это видишь его как креативный директор или как клиент, и когда тебе приносят такой раскадров, ты ещё не знаешь, чего думать, как его судить. Есть, собственно, три вопроса, которые я вывел из всего своего опыта. Первый вопрос, который ты задаёшь. Нужно мне... Я хочу это снова увидеть? Ещё раз, захочу увидеть это? И я вот никогда больше не хочу этот ролик увидеть. Я думаю, что в этом ролике, создатель этого ролика, в нём не было идеей. Они ко мне относились как... Ну, в общем, не хочу я его больше видеть. Второй вопрос, хочу ли я этим роликом с кем-то поделиться. Потому что сейчас, когда ты видишь отличную идею, что первое, что ты хочешь с ней сделать? Хочется разослать её друзьям, спросить, ты это видел? Видел? И третий вопрос, хочу я в этом участвовать? Хочу я поучаствовать в этом самому? Хочу я это улучшить? Хочу я, может быть, свой саундтрек на это наложить? Хочу, может быть, свой бренд здесь увидеть? Хочу ли я это улучшать? Да. Хочу ли я в этом участвовать? И вот, собственно, три вопроса, которые нужно задавать себе. Вы хотите это, вот, видеть этот ролик? Я вообще не целевая аудитория. Нет, не хочу. А поделиться им хотите? Нет. А участвовать в этом хотите? Нет. И я вот тоже не хочу. Но вы же не целевая аудитория. Вы суп едите? Может, все едим суп? Ну, конечно, это же суп, и вы целевая аудитория, вы, может, мать, жена, женщина, вы бабушка, не знаю, дочь, племянница. И вообще, в принципе, вся концепция целевой аудитории, она умерла давно, она не работает больше. И, в принципе, вся идея, маркетинг умер, он умер, нет его. Потому что маркетинг уже заменила необходимость не создавать спрос или создавать бренд, а вдохновлять людей, заставлять людей присоединиться к движению.